Друзья, подписчики, всем огромный привет! С вами Eugene Vlogs. В общем, обещал я вам показать небольшую распаковку инструментов, которую я купил спонтанно. Это была распродажа на ebay на Father's Day. Ссылку оставлю в описании. Вот, можете сами зайти посмотреть. Повелся в основном на цену 174 или 176 долларов. В общем, стоила вот эта комплектация. Каких-то особых чудес тут, кроме цены, нет. Но сейчас сами посмотрим. Я не знаю, я еще ничего не открывал. То есть, только сегодня привезли, вот как все пришло. Так оно, собственно, и запакованное. Но не хочу откладывать долгий ящик. Ну, как для себя, я вижу вообще эту мотивацию покупки тем, что я вам рассказывал... Вообще, есть отдельное видео про мой набор, который у меня был изначально. Это самые одни из первых инструментов, которые я купил. Это был набор DeWalt на 12 вольт. Вот такой вот там был... Ну, понятно. Импакт, дрель двухскоростная. Короче, там была еще вот эта пила и фонарик. Но я не хочу про это все рассказывать. Это есть на канале. Набор отличный. Ну, можно сказать, это мой любимый, которым я больше всего работал. В принципе, вот и видно. Ну, так особо все работает. Никаких таких дефектов нет. Но просто видна изношенность, да, за годы. Как бы полностью набором доволен. Вообще, без претензий, никаких проблем как бы нету. Единственное, что... Понятное дело, ну, это было уже больше пяти лет назад. Я его покупал. Батареи здесь... Ну, по этому набору есть видео на канале. Батареи здесь уже не особо держат. И вообще, я как бы не хочу от 12 вольтовых отказываться. Потому что, ну, они хватает, в принципе, для всех задач. И... Ну, они более легкие, более удобные. Не знаю. Мне, как бы, они по ощущениям больше нравятся. Я ими больше пользуюсь, чем 20 вольтовыми. Поэтому, собственно, как бы... Ну, вот они у меня столько лет и прожили. И до сих пор ими периодически пользуюсь. Но проблема уже, как подсели батареи. И... Вы, наверное, и сами знаете, что Деволт не особо почему-то развивает так. Пират, иди отсюда. Кыш. Да запутывает опять мой штатив. Уходи. Уходи, говорю. Сейчас домой отнесу. Вынесу погулять, а он опять ходит вокруг меня. И вот это путается. Кыш. Ничего. Они почему-то вообще не развивают эту линейку. То есть, я посмотрел, то, что у них сейчас продается. Это те же самые инструменты, которые у меня есть. Нового ничего не появляется. Акций никаких на 12 вольтовые у них нет уже давно. Цены на батареи Космос. Ну, то есть, как? Батареи у меня подсели, да? Ну, это, в принципе, естественно. Столько лет прошло. Можно было бы купить новый. И продолжать ими работать. Но, как сами инструменты уже достаточно устарели. С тех пор уже сколько появилось новых технологий. И бесщеточность, и все остальное. И батареи более мощные, более надежные. Ну, всякое разное появилось. У них, как бы, ничего этого в инструментах 12 вольтовых не реализовано. Они, в основном, развивают, как бы, 20 вольт и 60 вольт. И, ну, да, есть у них там компактная линейка, типа, вот эти, Atomic. Ну, тоже как-то на последние все праздники никаких акций на DeVolt нормальных нет. Все, что они продают, это тот же самый набор, который я покупал. Он есть тоже на канале 20-вольтовый, который 499 стоит с этим пластиковым чемоданом. В общем, как он продавался, так до сих пор они этот набор и продают. И та же цена, и те же в нем инструменты. И то же самое, как, ну, я для себя ничего, чего-то там, то, что мне нужно, не вижу. Уже все, что хотел, уже тогда давно купил. Ну, один инструмент, а потом докупал еще. Не обозревал его, обозрею потом. Тоже по акции брал на Амазоне. Вот, и, короче, посмотрел я стоимость батарей, взвесил, как бы, все за и против. Подумал, что есть, как бы, вариант взять, ну, с небольшой разницей, просто попробовать инструменты от Milwaukee. Короче, я еще не знаю конкретно, знаете, что, потому что я их не видел. И почему цена такая, потому что там написано, что новые без боксов. Это может быть связано, ну, как я вижу, с такой причиной, что в основном-то эти инструменты, да, наборные, где все люди берут, они их всех берут на акциях Home Depot. Там, на этих акциях, есть такая фишка, что ты покупаешь, как бы, инструменты набором, но возвращаться, ну, вот, когда акция идет, когда, там, например, купить две батареи, да, и взять три инструмента бесплатно. Вот, люди выбирают, как бы, разные инструменты. И когда они там в чеке пробиваются, там на каждую эту позицию делается своя сумма возврата. И, в общем, там по этим было много, короче, таких хитрых уловок. Это все тоже есть на YouTube отдельные видео от иностранных броулогеров. Когда люди там собирали такие комплектации, и цены возврата были такие, что ты реально возвращал все дорогое. А, ну, то ли это ошибки были, то ли как-то акция больше, ну, больше распределялась на один инструмент, меньше на другой. Ну, то есть, вот, тоже там конкретно я не смотрю это все, да, не вникаю, потому что это люди в основном занимаются, кто или, ну, ну, кого времени много или кто для перепродажи. То есть, там смысл в том, что вот ты купил по этой акции, там, набор батареи, в придачу взял три инструмента, потом посмотрел, что какой-то из этих инструментов супер дешевые, а остальные не особо-то и дешевые. И поэтому он все, как бы, те инструменты остальные вернул, а себе один оставил. Он ему получился, там, за 30 баксов или за 20, например. Ну, это я грубо говоря. Остальные, которые, там, по 60, по 80, он там повозвращал. И вот таким, ну, это не прямо в любой, там, акции, в любой конфигурации это работает. Но было много-много вот таких вот, у Home Depot, ну, таких возможностей. Вот так вот на халяву или очень дешево получать инструменты. И многие люди с этих акций набирали просто для распродажи. Потом то, что им не надо было или не выгодно было продать, они возвращали. А то, что получалось дешево, они на eBay продают. Ну, вот я и покупал, собственно, на eBay. Я думаю, что это вот с таких же замутов. И вторая ситуация, я вам про нее тоже рассказывал. Это когда я, ну, по-моему, видео, когда про нейлер Деволта я рассказывал. Есть вторая ситуация, когда люди эти инструменты покупают, когда у них есть, ну, к примеру, вот эта контракторская фирма. И они их покупают для того, чтобы списать с налогов. В итоге они, ну, если их еще там берут по акции, плюс они налог не платят, потому что у них, ну, как они как от фирмы платят, поэтому они не платят вот этот 10% налог. И плюс списывают потом с налога. Это еще получается там на процентов 30, короче, дешевле. Ну, то есть, в итоге они получают, как бы, и так акционные инструменты, но еще минус это все. Они их еще получают дешевле, то есть процентов на 40. И вот есть такие тоже варианты. И потом эти инструменты, понятно, они не тратят, а просто продают. Так, сейчас, секунду, кота распутывай. Так, пират, я говорю, ты сейчас пойдешь домой. Если ты не будешь гулять, а будешь тут тереться. Иди сюда. Вот туда, в траву иди, на солнце. Так, ну все, друзья, давайте приступаем к вскрытию. На деле посмотрим, что нам тут прислали. Как я вам говорю, я сам не знаю. Ну, посмотрим сначала, а потом я уже подумаю. Ну, как бы, спешки нету. Что с ними делать? По крайней мере, как бы, если что-то не так, то получится бесценный опыт. Ну, странно было написано, что он не без коробки. А тут он вообще в коробке лежал. Интересно. Какой-то, короче, вообще развод. Короче, вот набор. Интересно, очень интересно. Я вообще думал, что они без упаковки продаются. Ну, по крайней мере, так было написано на товаре. Я вам это самое выложу ссылку и пойдете сами посмотрите. Блин, я не помню. Или 174, или 176 долларов. Там увидите цену. Короче, маленький набор. То есть, ну, то, что основное вам надо, импакт и дрель. Линейка, естественно, фуэл. Если уже покупать для себя, то надо брать уже нормальные инструменты. Поэтому я с обычным М12, ну, решил не связываться пока. Хотя они с друг другом совместимы. То есть, вы можете там потом пилу там или что-то, то, что вам не особо важно, вы можете докупать. Из обычной М12. Вот батареи у них бывают двух видов. Вцепы, это более старый. И Экси. Экси это более новая. Ну, правильно. Ударная дрель. Шуруповерт, так и называется. Ударная дрель, шуруповерт. Ударный драйвер. Ну, короче, это импакт, по-русски. Одна батарея Экси, одна батарея Цепи. Блин, а тот ли это на борщу я вообще заказывал или это не тот? Короче, написано 25, 98, 22, 25, 98, 22. Это то, что написано на коробке. По-моему, это то. Но я не уверен. Проверю потом, блин, на компе, потому что на телефоне не могу посмотреть. Я им сейчас записываю. Я так прикинул... Не знаю, сейчас посмотрим. Короче, вот такой набор, сумка и зарядка. Вот. В принципе, здесь для старта все, что надо есть. И цена, в принципе, приемлемая. А потом, ну, отдельно докупать инструменты, конечно, не особо выгодно. Их выгоднее покупать потом по акциям. Когда будут акции на Home Depot, надо просто искать такие акции, где-то можно будет купить, к примеру, какие-то батареи или еще какую-то фигню. Ну, и там сколько-то инструментов брать бесплатно. Вот. Тогда можно будет, как бы, докупить. Ну, успешки, как бы, нету. Линейка, то, что радует в этом М-12, у них просто сумасшедшая. Там этих инструментов просто сотни. И практически все, что хочешь есть. Так. И здесь. Ну, так смотрите. Здесь вообще все запаковано. Что? А я не понимаю, какой в нем прикол. Они говорят, что они вообще без коробок. Типа, новый без коробок было написано. Здесь получается полностью запечатанная вот вся коробка. Везде. Вот. Ничего не открыто. Хм. Бред какой-то. Или они не то мне прислали. Ну, я проверю потом, то ли они мне прислали, или не то. Короче, вот здесь вот, значит, у нас описание. Так. Того, что у нас здесь имеется. Тун-тун-тун-тун-тун. Так. Значит, скорость на 20% быстрее. В сравнении с конкурентами. Так. Это спецификации идут к ударной дрели. К шуруповерту. Давайте посмотрим. Значит, обороты от 0 до 1700. Крутящий момент 350 дюймов на паунд. Или паундов на дюйм. Наверное, паундов на дюйм. Все-таки 350 паундов на дюйм. Ударов в минуту 25500. Чак. Патрон. Пол-дюймовый патрон металлический. Длина 6,6 дюймов. Это длина, наверное, всего инструмента. И вес... 2,8 паунда. Это 1,3 килограмма. Значит, бесщеточный мотор. Поверстейт. Ну, я так понял, это самые новые. То есть, он... Бесщеточный есть обычный. Есть бесщеточный поверстейт. Какой-то более современный. Редлинг плюс интеллидженс. Что это такое, я, честно говоря, особо не знаю. Какая-то технология новая. И... Редлитиум. Батареи... Ну, понятно, что они литиевые. Но вот о чем я вам говорю. ЦП 2.0. Это более старый. И X4.0. Это более новые. Эти X4.0 более дорогие. Вот вам показана линейка инструментов М12. Причем, вот эти куртки, они тоже входят в линейку. Потому что они с подогревом, который тоже от этих батарей работает. Вот такая вот сумасшедшая сабельная пила. Это какой-то, по-моему, для инспекции с экраном фигня камера. Это фонарь. Вот это тоже для инспекции. И вот эта камера с тросом куда-то засовывается. Вот это, может, и не то. Не знаю. Просто очень мелкие картинки. И через телефон я их плохо вижу. Ну, вот еще какая-то дрель. Какая-то или бормашинка. Вот лобзик, кстати. Еще такая дрель. Это шлифовальная машина. Силляторный мультитул. Бру, вот это я даже не знаю, что такое вот это. Какие-то специнструменты. 12-ти вольтовая есть циркулярка. Ну, и вот всякие еще импакты. Эти перфоратор есть 12-ти вольтовый. И вот такая вот еще пила. Другого немного вида. Ну, я так понял, что это фуэл. А вот это обычная. Или наоборот. То есть у них есть как бы и фуэл, и обычные. Ну, это я так понимаю, что это далеко не все инструменты. Потому что на самом деле их там больше. Там куча вообще всяких разных фонарей. Пил там все это. Ну, и вот спецификации по импакту. 1,4 дюйма. Ну, это там 6 миллиметров. По-нашему. Ну, здесь видите, пиковая. Крутящий момент. Он здесь вообще 1300 паундов на дюйм. Это с ума сойти. Обороты. Я так понимаю, что он трехскоростной. 1300, 2400 и 3300. IPM. Это CAUPS, PERMINIT. Я даже не знаю, что это такое. От нуля до 4000. Drive Control. 4 режима. 1 бита. Рушное вставление. Длина 131 миллиметр. Грубо говоря, 13 сантиметров. Вес меньше килограмма. 0,99 килограмма. Ну, вот опять вам перечислена комплектация. Да, ну, то есть, видите, здесь уже разница получается от девольта в том, что тут удар есть. Потом здесь скорости есть. Ну, на девольте две скорости. Здесь я не знаю, сколько. Посмотрим. Здесь написано вообще четыре режима. И вроде как три скорости. Ну, то есть, по функциональности тут явно намного, намного, намного все повыше. Вот. То есть, я так понимаю, что там вот такое вот панель управления, вот такая на нем. Это вообще с ума сойти. Первый режим, вот второй режим и третий режим. И вот написано, чего оно все делает, чего оно обозначает. То есть, как типа контролируемый старт. То есть, оно начинает закручивать на максимальной мощности, потом ее сбавляет и потом уже под конец уменьшается до 800, чтобы не порвать болт или не повредить, ну, вашу поверхность, чтобы не закрутить слишком далеко. Ну, то есть, здесь уже какая-то, видите, сумасшедшая система. Вот. Здесь. Ну, вот то, о чем я вам говорю. Видите, они портативные. Почему они намного удобнее, конечно, 20-ти вольтовых? Потому что 20-ти вольтовый вы вот так повесите, вы охренеете с ним лазить. Я пробовал, это, короче, нереально. Ну, может, только для каких-то шварценеггеров. Вот. А с этими инструментами вы можете целый день носить их вот на своем тулбелте. Это ремень для инструментов. Я такой постоянно ношу. Это очень крутая вещь. Я вам говорю, попробуйте. Главное, подобрать, который для вас подходит, чтобы он подходил по размеру, по вашим задачам. Ну, я брал средней вместимости, как бы, если больше, если меньше. Ну, как я выбрал то, что вот на мой взгляд я его вам показывал. У меня не в Милвоке, конечно, обычный. Ну, может, со временем и Милвоке прикуплю. Ну, пока меня мой устраивает. Я его обозревал, и на видео было видно, я в нем постоянно ходил. Но 20-ти вольтовые, конечно, туда не положишь. А здесь, ну, что, тут килограмма 1,3-2 килограмма у вас добавится. Я думаю, что вполне себе нормальный инструмент можно всегда носить с собой. И вот видите преимущество, что здесь полдюймовый патрон. Это, конечно, очень круто. То есть сюда можно устанавливать коронки, вот эти всякие спецсверла, которые, ну, не на полдюйма. Там, видите, только обычные сверла и перьевые идут. А вот эти все девайсы туда уже не влезут. Ну, короче, крутяк. По описанию все крутяк. Единственное, я не уверен, что это тот набор, который я заказывал. Что-то мне это все... Кажется, что я какой-то другой заказывал. Что они мне прислали? По-моему, здесь что-то не то. Знаете что? Давайте я, чтобы просто мозги вам не пудрить. Я же записываю на телефон. Тут есть пауза. Я сейчас нажму на паузу и посмотрю, пойду на компе. Или даже сделаю распечатку и покажу вам на деле, чтобы не пудрить мозги. Продолжение следует...